здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня мы отработали день и к вечеру решили съездить на рыбалку причем поехали на речку малая речка будем ловить на ней завтра с утра с лодки спиннингом а так как уже остается мало времени до вечера то мы наверное сегодня даже не будем пытаться ловить обустроим лагерь немножко перекусим сделаем покушать отдохнем хорошенько и с утра уже что называется бой все отправляемся ловить мы собираемся с плавом с лодки окуня головля жереха если повезет и попутно щуку по этой причине и снасти у нас будут лайтовые и ультралайтовые просто хочется много поклевок вот мы уже на реке солнце постепенно садится мы никуда не торопимся сейчас обустроим лагерь поставим палатку надуем лодку все подготовим для того чтобы с утра уже можно было ехать на рыбалку он река какая красивая принципе река не широкая но очень живописная петляет сильно и мы сейчас стоим на поле можно было конечно заехать немножко ниже там где мы будем будем ловить но на самом деле там очень не живописные места там река петляет болото кругом туда уже никто не доезжает а здесь получается стоим чуть выше поэтому стоянка лучше здесь а ловит лучше там вниз по течению пойдем километра на два и там оттуда только начнем ловить все приступаем надуваем лодку сегодня мы с собой взяли нашего ветерана надувную лодку с аирдеком ей уже больше 10 лет она продолжает служить верой и правдой сбросить же тут корпусную лодку очень и очень сложно кроме того на реке множество скрытых под водой бревен и палок по этой причине на глиссере ходить реально опасно так что и мотор у нас всего 3 3 силы все водка накачана ордек накачен все готово этот компрессор называется цыпленок за счет того что желтого цвета и вот он позволяет накачивать не только борта лодки и самое главное доводить их до нужного давления но и ордек ордек это пол высокого давления и для того чтобы накачивать его ручным насосом конечно всем потом сходит пока его надуешь особенно когда поднимаешь свистулькой всю лодку а потом уже до нужного давления доводишь ручным насосом сильно устаешь а вот эта штука конечно время практически тоже то есть не сказать что с цыпленком быстрее лодка накачивается свистулькой и ручным насосом примерно то же время в районе 10 минут но усилий ну просто даже сравнивать нельзя то есть компрессор сам качает ручным насосом когда все борта добьешь до нужного давления потом еще и ордеком добавишь в конце сил не остается после лодки мы прямо на высоком берегу с видом на реку поставили палатку палатка двухместная и в нее влезает две раскладушки причем такие внушительные по ширине раскладушки на грани влезают но тем не менее влезают и в принципе не натягивают края палатки что в общем то радует раскладушка сразу имеет матрасик мы в раскладушку положили еще спальник подушка все будем спать с комфортом и удобством тент 2 на палатку я не ставлю потому что сегодня обещают безоблачный вечер завтра будет солнечная погода дождя не предвидится и у нас палатка нужно исключительно для того чтобы защититься от насекомых в общем то только для этого поэтому 2 тем даже не будем поднимать на палатку устанавливать а лодка лежит рядом то есть мы будем ночевать лодку уже готовы и с утра чтобы не терять время можно было отправиться на рыбалку рыбачить будем с цепью и лодка будет когда плыть по течению цепь у нас будет выполнять роль волочащегося якоря то есть она будет стабилизировать лодку чтобы лодку не прибивала ни к одному ни к другому берегу и стабилизировать лодку в нужном нам положении то есть чтобы она кормой вперед шла и чтобы цепь во время того как дрейф лодки происходит не гремела я ее сейчас обмотаю изолентой я маленькая хитрость вот так выглядит сильно стараться не надо самое главное чтобы исключить звон цепи вот цепь уже практически бесшумная вот она когда будет волочиться по дну ни за что цепляться не будет и в то же время звука никакого издавать она тоже не будет и в принципе мы ради этого все и делали единственное что сейчас под изоляцию может попадать вода поэтому после рыбалки желательно такую подвесить и за счет того что здесь ну довольно таки свободно между звеньями цепи вся вода вытечет на солнышке она повисит минут 15 и в принципе никаких проблем нет цепь оцинкованная их если даже она поржавеет ту запросто пошел магазин купил за 2 копейки такую же а как якорь волочащийся просто идеальная штука настала пора заняться кухней мы быстро сделали заготовку под шашлык мясо у нас будет мариноваться не более двух часов кроме того сварили в скороварке суп на подготовку к варке супа у нас ушло всего семь минут а сама варка заняла 10 минут все-таки скороварка на природе так сжимает время приготовления еды что просто диву даешься близятся сумерки нужно браться за костер при наличии дров все делается предельно быстро решили запастись горячей водой для мытья посуды для этого прямо на дрова укладываем пластиковую бутылку с речной водой пока вода внутри бутылка не может расплавиться доводить тут до кипения воду не нужно достаточно чтобы она просто стала горячая добавляем в уже готовый суп еще немного свежего укропа это можно сказать быстро суп но на сто процентов натуральный пробую супер просто сказка супчик получился на славу было очень вкусно снимаем бутылку с огня и комфортно горячей водой моем тарелки ну прямо как дома все чистота шашлыки уже на шампурах можно немножко отдохнуть и полюбоваться природой перед приготовлением мяса на углях ну что смотри какая красота он туманчик опускается опускается туман просыпается кабан ну очень красиво не знаю в такой атмосфере проводить вечер просто сказкой можно часами смотреть на огонь и воду человека который работает наступила темнота съели пару кусочков свежего шашлыка и отправились спать утром доедим суп еще раз порадуем себя уже готовым шашлыком и на рыбалку что утро прохладненько спальники уже собираем палатку собираем супчик вчерашний разогреваем сейчас перекусим все соберем на лодку и поплыли рыбачить одновременно с разогревом еды решили опять согреть воду для мытья посуды в этот раз бутылку с водой поставили просто рядом с костром там где приличный жар очень приятно посидеть утром у костра покушать горячий супчик и сварить свежайший кофе о пошло все утренние хлопоты закончены пора в лодку уже не очень раннее утро рыба пока не плещется и на лодке плывем вниз дело в том что по спутниковой карте а мы сюда приехали именно по спутниковой карте получается что здесь места не очень а там дальше река начинает петлять и нужно доплыть до того момента где река начинает петлять и там нет подъезда к реке вот здесь еще есть подъезды по полю можно подъехать с одной стороны с другой поэтому как бы тут концентрация рыбы меньше они же будет хорошо поэтому все поехали мы сознательно взяли сегодня слабосильный мотор и надо сказать не ошиблись опережая события скажем что в течение рыбалки наш мотор подкидывала из воды из-за ударов а затопленные бревна и коряги целых четыре раза и это при малой скорости а что было бы в случае использования более мощного мотора и глиссера даже и думать не хочется ловить будем сегодня на воблеры и вертушки и маленькие колебалки есть на всякий случай но в основном будут воблеры и вертушки работать река начала сильно петлять а подъездов к воде по берегу уже почти нет пора начинать рыбалку бесшумная цепь отправляется за борт и лодка движется в дрейфе именно так как мы и хотели вот течение медленная лодка еле-еле идет за счет якоря волочащегося и за счет того что сейчас сделали длинный отпуск якоря то получается лодка очень медленно дрейфует если укоротим веревку чтобы едва едва цепь касалась дна то лодка быстрее пойдет но самое главное будет стабилизирована у меня якорь волочится я настройку выхожу вёснами если вдруг хочу подкорректировать вход лодки это проще всего конечно сделать именно вёснами поэтому несмотря на то что у меня волочащийся якорь я темно буду использовать и весна и прямо на ветке идем такая сказочная картинка сейчас как матрица перезагрузка повернулся солнце уже приподнялась над горизонтом а поклевок пока нету но это ничего то есть по любому активизация рыбы должна произойти ночь была холодная может быть чуть-чуть надо подождать чтобы пригрела солнце вода стала теплее во время медленного дрейфа лодки мы облавливаем поочередно то один то другой берег реки именно там под склоненными над водой ветвями деревьев кустарников а также под обрывистыми берегами и рядом с водной растительностью очень любят скрываться хищной рыбы надо вертушку наверно попробовать к на воблера ни одного контакта метра воблер небольшой 6 сантиметровый совсем важное значение имеет точность забросов желательно приманку укладывать как можно ближе к предполагаемому укрытию зачастую чем точнее забрасываешь тем больше случается поклевок вода сейчас чуть мутноватая и точно забросов гораздо важнее дальности река практически мертвая вот сейчас ни одного всплеска нет то есть это говорит о том что рыба пока не активно а тут что может произойти вот сейчас еще везде роса лежит на траве насекомые сидят естественно с мокрыми крыльями еще не летают потом начнут начнет подсыхать трава вылетит насекомые насекомые начнут воду падать их начнет подбирать всякая мелочь и вот в этот момент активизируется не только мелочной хищник поэтому чуть-чуть надо чтобы стало теплее я так думаю наше предположение подтвердилось как только подсохла трава вылетели насекомые и поднялось солнце случилось первое и весьма неприятная для нас поклевка только что щука клюнула долго не клевала ничего солнышко сейчас пригрела и только-только сейчас начинается клюв и откусила воблер у меня флюрик стоял 0 3 сейчас поставил тоже флюрик но делаю косичку коротенькую толстый флюр не хочется ставить заглубление воблера будет страдать не прямо вот из этого флюрика 0 3 делаю косичку вот так вот узелок завязывают по крайней мере вот у меня перед приманкой уже будет сдвоенная леска шансов больше достать вот только только начинает рыба просыпаться жалко красивая щука такая килограмма 22 с половиной где-то сначала ударила я стоял в этот момент и увидел как она ударила я дальше веду воблера она догнала пасть открыла я думаю ну все кирдык воблеру так и оказалось пасть закрыла воблера не видно и на развороте леска стриганулась кстати схватила на солнечной стороне то есть это говорит о том что тенистая сторона пока не работает потому что и не клевала скорее всего рыба потому что было холодно ночь была холодная сейчас вода только начинает прогреваться несколько дней назад тут шли затяжные дожди вот вода прихолодала в реке и получается что наоборот активность рыбы скорее всего не с утра будет а ближе к обеду а может даже и к вечеру вот мы рассчитывали на утреннюю активность а получается вот сейчас уже в районе 10 утра и вот только первая поклевка нормальная была во время ловли с плавом даже если особо рыбы и не клюет все равно получаешь огромное удовольствие судите сами постоянно и плавно меняется пейзаж приятно когда приманка легко и точно ложится в цель сам процесс очень захватывает получаешь какое-то душевное спокойствие и просто отдыхаешь а вот и очередная поклевка рыба мелкая но все равно приятно экземпляр спускаем я сейчас руку опускаю в воду вода еще холодная но начинает прогреваться явно вот еще я сижу мне не жарко еще довольно прохладно и вот по мере прогрева воды я думаю когда станет вот уже в лодке наверное очень жарко вот в этот момент по идее рыба и начнет клевать если что даже я думаю что может быть имеет смысл подняться опять на моторе и пройти по этому же участку еще раз потому что место хорошее мало поклевок совсем здесь явно должно быть лучше на следующем повороте реки клюнул уже окунёк все-таки оживает река после холодной ночи наоблер немаленькие в принципе но уже поклевка отпустим следующий запрос принес уже небольшую щучку хотя расчет был на головля далее мы меняли приманки проводки но клевала только мелочь все равно приятно тем более что сегодня мы всю рыбу уже изначально собирались выпускать вот кстати идем сплошные ветки в воде лежат а вот якорь из цепи легко и без понижения проходит без всяких проблем и не цепляется кстати обратите внимание как хорошо вода проводит звуки камера отлично слышит шум шариков воблера на проводке даже на расстоянии более 30 метров от лодки понятно что рыбы слышат эти звуки еще лучше решили половить на вертушку окуни отозвались буквально сразу однако размер рыбы был все тот же маленький вертушка привлекала рыбу хорошо но азарта такая ловля не приносила начало уже прилично припекать солнце и в лодке стало откровенно жарко с темночка а подъезд а щучка тоже из тенечка следующий заброс маленькая с утра было холодно сейчас я вот много уже воду опускаю чтобы кровь охлаждалась становится жарко получается водяное охлаждение очень комфортно да наши сегодняшние трофеи вызывают смех даже у птиц однако рыбалка это не только рыба это еще и сам процесс а с этим сегодня все нормально мы ведь ехали на рыбалку отдохнуть а не наловить побольше рыбы для еды хорошо заплатила трофейная рыбалка вот наступает ситуация когда ветер дующий против против течения полностью останавливает лодку то есть даже если якорь доставать а сейчас мы с волочащимся якорем лодку от стоит на одном месте проплываешь на веслах немножко опять останавливаешься она по имерции немножко проходит опять тут же останавливается ветром получается что сейчас есть возможность ловить только на определенных участках которые защищены от ветра поэтому сажусь на весла ну в принципе уже понятно что на клюв рассчитывать не приходится тем не менее поклевок сегодня видели много жалко что только рыба большего мелкая немного посражавшись с ветром и убедившись что ловить уже нет смысла решаем возвращаться назад машин дрейф лодки вниз по течению занял около 7 часов а назад под мотором мы вернулись за 45 минут сбор лодки с аэрдеком занял всего около 10 минут можно ехать домой мы уже собрались машина уложена все там укомплектовано и вот показываем что осталось после нас абсолютно точно такое же место как и было до нас кастричи как было на том же месте мы тоже разводили костер ни одной мусоренки вокруг весь мусор который у нас сегодня образовался во время рыбалки мы собрали с собой и увезем в город и там выбросил мусорный бак до новых встреч друзья мусорный бак до новых встреч